ты вопрос это помнишь не буду читать на твой на твой скажу значит светлана и олег мы находимся на сахалине это третий выпуск сахалина собственно все сами знаете вот instagram последний пост и здесь еще лучше ваш комментарии и олег светланы будут на них и спрашивает я купил дети и каску 450 кросс 21 года она не заводится на морозе только стекла гаража что делать снимали видео евгений привет есть куча лайфхаков мои у нас в инстаграме можно было посмотреть оптимальный вариант выгоняешь не выгоняешь машина если он не стоит на улице ложишь ее налево либо на правый бок берешь в чайник кипятка и маленький маленькая струйка не сильно высоко льешь обливаешь весь двигатель с одной стороны переворачиваешь машину с другой стороны и в течение пяти минут машина заводится без особых проблем либо другой факт коротко нажимаешь на кнопку старта даешь машине постоять через две минуты подходишь еще раз нажимаешь на кнопку старта что машина прокрутила через три минуты нажимаешь сцепление выжимаем сцепление соответственно машина на ней метровки и чуть дольше держишь кнопку старта и машина заводится это при температуре до 25 градусов нужно сделать минус минус 25 абсолютно я хотела добавить что просто утро не начинается без кофе поэтому конечно же нужно напоить мотоцикл горяченьким кипятком вопрос следующий от вот факты бибиков на халяву мочек подогнал на халяву мочек подогнал к тебе да это причем здесь сырят тут мы с целью и знакомого жилья сколько мы знакомы с третий видос объясню ситуацию которая происходит люди которые мы как бы близкие с кем мы наверное пережили какие-то эмоциональные тяжелые там спортивные там присутствие где-то очень далеко других странах и каждый друг другу помогает поэтому всегда есть взаимопомощь я надеюсь селья да пускай это по вашему будет халява на другой стороны это будет взаимопомощь где-то в другом месте поэтому это взаима выгодно и наверное это не на халяву да по барту это просто нормально я думаю отношение между людьми вот и все вместе страдали в румынии поэтому взаимопомощь спрашивает что дешевле эксплуатации горный снегоход или мотоцикл на гусенице какие мотоциклы подходят для установки гусеницы какие модели гусеницы рекомендуете по критерию цена-качество спасибо по поводу первый вопрос по мотоциклу по эксплуатации снегохода мотоцикл мотоцикл наверно будет сейчас ценовая политика выровнялась у мотоцикла и снегохода он стоит практически то же самое эксплуатация мотоцикла просто позволяет вам меньше травмировать машину я бы так сказал то есть все травмы которые случаются на снегоходе это бампера туннели заворачиваются круглевые колонки фарту на мотоцикле это более проще то есть мотоцикл более желучий в этом диапазоне еще мотоцикл можно использовать летом поэтому вы убиваете сразу двух а иногда и трех зайцев потому что получаете такое же удовольствие как и от снегохода по поводу гусянок какая гусянка оптимальна по поводу гусянок можешь ты рассказать сезона я потом скажу свое мнение мое мнение такое я покаталась в принципе практически на всех моделях гусениц даже наверно всех которые есть и мне кажется я ездила давая все перечислить я ездила на вортексе на timber slade на сноурайдере на эти на cmx и frozen moto это практически все производители которые делают гусянки и из всего на чем я пробовала ездить мне больше всего нравится дети потому что она во-первых легкая то есть ее очень легко доставать из снега на второй момент она едет у нести на nc у нее есть проходимость не весь фан то есть может и на пятки ездить и на прямики просто без пятки в общем такая штука очень универсальная легкая до этого мы разговаривали семьей за камерой и обсуждали варианты например люди ездят некоторые на мерседесах некоторые ездят на жигулях предположим питер москва можно ехать и на том и том и доехать до места просто какое удовольствие вы получаете жигулей от мерседеса вот такая разница вы сами можете ответить на этот вопрос я дрифтил недавно на жигуле разговора нет во первых бюджет насколько вас позволяет ездить уже на всем сама вашего получает этого удовольствия независимо и эти это кибер своей frozen moto там snow rider без разницы vortex просто получаете удовольствие покупать и любую гусянку тестируйте и все там мы ездим на всем абсолютно вам нет разницы но удовольствие получаем вот эти еще добавить к поводу мотоциклов что если вы хотите поставить на двухтактный мотоцикл гусеницу чтобы он ехал и вам у вас душа не болела за то как звенит мотор то конечно лучше поставить гусеницу которая легкая лучше не ставит и двухтактный мотоцикл нет в этом есть смысл ребят скажу вот так на мотоцикл если будет нас и будет жесткий снег то он уедет от всех моделей которые представлены у нас либо которые есть мире именно то что касается можно найти на тебе свет очень маневренный легкий мотоцикл но это нужен нас когда плотный снег и когда ранее когда весна тогда удовольствие неимоверное он делает развороты прям на месте ну это кайф конечно по пушистому снегу очень сильно проигрывает и просто жалко мотоцикл что он в любое время может кончиться у вас прекрасно слава 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 тебе будет отдельный потом вопрос слава можно взять в аренду конечно без проблем и нужно взять в аренду даже всегда рада будем тебя видеть у нас на дальневосточной земле приезжай аренда для тебя всегда открыто я думаю что три четыре человека мы всегда потянем очень много людей приезжать со всей россии начиная от москвы татарстана иностранцев то есть но отовсюду люди приезжают новосибирск хабаровский край владивосток очень много людей поэтому мы рады любому человеку есть и горные снегоходы да если горные снегохода линейка есть и сноубайки антон спрашивает сколько бензина живет какие расходники чаще всего меняется при катании на сноубайке сколько же бензина сколько прят сколько живет но смотрят кататься если очень много снега и ты едешь постоянно полный газ то конечно у тебя расход очень большой то есть это бак и канистра если снег такой как нас то можно на них хватает канистр сколько билитов можно поставить 10 можно поставить в 17 литров еще хотела добавить что заметили такую интересную вещь что на эти расход меньше потому что она легче и легче крутить и поэтому можно больше кататься на одном маке в цифрах по цифрам нет ребята потому что она все по-разному крутит и у каждого разный мотоцикл если вы ездите не знаю там с нами либо еще с ним два бака точно вы за день с 12 до 5 часов уничтожить и гарантирую какие расходники чаще всего меняется при катании на сноубайке сцепление в основном меняется сцепление люди которые неопытные начинают сжечь сцепление в чем разница езды хард эндуро то здесь цепление для того чтобы тронуться либо проехать какие-то участки когда мы едем в подъем здесь сцепление нельзя нажимать из-за того что нагрузка на комплект очень большая на гусеничный поэтому сцепление не поджигается поэтому люди которые не знают в основном палец сцепления основное все машины я не буду марки как бы называть они и так видны что yamaha вам долго можете пить что ктм что хускварна без разницы вот с крылом подрезать крыло потому что часто меня нет крылья подъезжаем не за этого во первых фактор того что вид другой это раз крыло набивается снегом это два и при падениях либо кусты веток большие крыло заламывается крыло нужно для того чтобы у людей не стирался кто ездит на мотоцикле стереотип о том что крыло присутствует то есть нет для некоторых людей езда без крова прям у человека приводит в тупик подрезанная крова дает свой плюс горю что она постоянно на месте никогда не ломается еще помимо того у нас под крылом находится фара поэтому крыло для нас необходимость мы спасаем крылья от мордах я знаю тебе нравится это слово я мордах вы просто приехал сахарин основные знания а и вопросы потому что типа задавал на и про прыжки чтобы люди не думали что мы бездумно куда-то прыгаем что все это подготавливается а давай я тебе ее включу подожди я могу постоять хорошо на мотик сесть да слушай вот спрашивает легко ли держать баланс удобно ли входить в резкие повороты баланс держать вот смотри баланс по поводу баланса вот вы если ты едешь на эндором мотоцикле тебе нужно взять уроки знаешь у кого я потом скажет за камеры до жарится по поводу если вы ездите на мотоцикле то баланс на таком мотоцикле особо держать ну я не думаю что будет большие проблемы людей люди которые не ездили даже в течение у нас есть очень много примеров мы делали тест-драйва и по всей россии от камчатки до лаганак то есть проехали на на 6 самых крупных локаций и самых интересных в россии для примера мы сами учили людей с нуля абсолютно вообще с нуля которые просто за я не знаю бухгалтера женщину просто научил я за 10 минут ездит на мотоцикле также молодого человека наверное большой большой комплекс и за 120 килограмм когда ты правильно когда ты правильно учишь человека показываешь ему объясняешь и он хочет у него есть желание то он научится быстро поворот вообще-то нет проблем никаких при умении еще раз говорю при если вам показать как это правильно делать но нет проблем любой человек любой комплектности любого возраста может входить поворот и влево и право без особых проблем ты свидетель этого нет у нас у нас у нас крупных людей многом нашей компании маленьких людей щупленьких высоких кто стоит за камерой и все очень быстро находят общий язык когда есть люди которые могут это объяснить и показать сами какой какие настройки передней вилки 1 рычажной или двух рычажной гусеницы спрашивает алекс я думаю что это по твоей части вопрос по поводу настроек вилки настройки вилки какой именно передняя вилка что меняется под зиму у нас есть опция если вы видите у нас кроссовые мотоциклы с подкачкой помимо этого стоит цитричный клапан который добивает во вторую группу во вторую вилку давление мы используем это для больших прыжков большие прыжки чтобы понимали это не плюханье какое-то с каких-то мест это прыжки за 20-30 метров следующий пост статьи в инстаграме смотрите будет прыжок за 35-40 метров через дорогу он готовился в течение двух месяцев накапывался морозился делался разгон ждали снега потому что подвеска при таких приземлениях в плоскач не выдерживает поэтому следите за инстаграмом увидите на самом деле если у вас вилка масляная мы меняем пружины есть ребята которые переклапану это делать более жестче за счет этого получается комфортная езда если вилку вас не дорабатывать вы будете постоянно летать через руль и вам будет дискомфортно ездить по укатанной дороге по поводу гусеницы однорычажные двухрычажные каталась и на той на той значит преимущество однорычажной она постоянно козлить на пятку то есть рай от тем присвоит вот она краса однорычажная и на ней можно дурачиться постоянно ездить на пятки но ее самый главный минус это то что она теряет проходимости ты поставил на пятку и дальше она уже при постановке прямо мотоцикл она дальше вверх не выезжает она просто переворачивается а двухрычажная допустим какую эти сделано она может и на пятки также ездить но при этом она еще в прямик может выезжать в гору то есть у меня есть где-то видео где я ну практически бэкфрит сделала на подъеме на котором ты вчера катался позавчера точнее на суперпресс я там просто вот так вот через голову это конечно очень неожиданно ты что скажешь твое мнение по поводу абсолютно верно попала в точку однорычажная дурачиться прям это для того чтобы получать драйв просто ну как бы повышать свои скиллы на вилле она двухрычажные машины более предсказуемые более удлиненные подъемы более простая езда более стабильная бы сказал не хочу заметить что еще на кроссовой версии всех моделей стоит ни одна рычажка двухрычажка то есть чтобы прыгать можно было контролировать их поворотов была практика большая ребят смотрите если просто как обывателя можно сшить тросом просто тросик берется прокалывается шилом через горелку и затягивается но ненадолго у нас были такие практики все равно машину если вы ездить агрессивно то это навряд ли долго поможет и тогда у вас всегда есть не страх а переживание за то что где-то в горах она порвется поэтому я бы не рискал вообще отдельно может быть скупить да конечно это вообще нет проблем с этим заврут спрашивает оптимальная длина для оврагов дети или кимбер слайд преимущества недостатки объясню ситуацию которая во первых это еще раз вернемся к врагу 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 как они тут называются пилотки называется пилотки лес сам вчера видел своими глазами какие бывают овраги либо пилотки но это ужас реально для людей которые не представляет и думаю что езда на сноубайке это просто это там смотря в компании вывести с кем вы если для до кого-то это просто по полям езда по каким-то каналам и кажется что это прям все вот все дальше я вырос я уже дальше на самом деле люди которые приезжают на сахалин либо в места которые экстремальные сразу понимают что они просто ну очень недальновидные ну не знает весь кайф сноубайкингом вкратце объясню на снегоходе две-три локации ты можешь проехать за день и очень сильно встать никакой бы ты не был симпиаде во лбу мы видели таких людей которые там приезжали с приискового то есть мы говорили что мы там там катались нет проблем с этим но на чем хорош сноубайк он ездит по большим углам и за день ты можешь объехать 10-20 локациях которые ты в течение двух недель будешь ездить на снегоходе ну и остальные люди где мы катались ваганаках ну сами видят что насколько сноубайк доступен для каких-то экстремальных поездок более простое управление более драйва давайте еще разумные сноубайк оптимальная длина длина да для профессионалов люди которые любят драйв который любят за кадром пускай моргануть но как бы у нас такое слово есть это когда ты хочешь страдать со мной как то в другое место 120 это оптимальный вариант для людей которые на самом деле могут ездить для людей которые хотят получать удовольствие от езды это 129 оптимальный вариант длины 137 это просто танк который едет вертикально вверх и объедет и снегоход и все остальное это просто дур машины которая ну это соответственно я говорю про эти у timber стоит я думаю 129 3 дюйма прям самый-самый в точку будет вариант правильно ли я понимаю от меня вопрос что можно приехать к вам и попробовать разные комплекты разной длины и как раз сделать выбор у нас смотрите ребят вот перед вами стоит вообще можно попробовать все от любых машин от любых гусяных вот перед вами стоит последняя модель тимберслейда кроссовая гусянка сделано как колесо можно попробовать ее можно попробовать и эти двадцатого года двадцать первого кроссовый то же самое с мотоциклом кроссовый мотоцикл 450 мотоцикл 500 мотоцикл эндуровский кантри кроссовый и масса других мотоциклов вот даже есть видите под устал мотоцикл с лыжей и грустное настроение у этого товарища поэтому все можно попробовать абсолютно все можно лыжи даже разные попробовали да о расскажите вопрос не только эти правы же чем вы же отличаются вот я понял что даже уйдите есть разные лыжи нехорошо для публика другие для нас абсолютно я на еще вот смотрите когда говорят у вас при взятые отношения ли там там некоторые говорят что там на чем я езжу эти неправильно у нас есть амбассадор американский во всем есть свои плюсы например тоже касается снегоходов всегда мы разговариваем с людьми которым ездим и меня там спрашивают а ты бы ну что для тебя важнее снегоход или мотоцикл я не могу там разделять прям снегоходом это за для меня одно и то же я с детства ездил на снегоходе всегда мотоцикл это просто как драйв наверно но от снегохода я никогда не откажусь мое мнение по снегоходам я думаю люди которые смотрят или будут смотреть разница по снегу на polaris огромный плюс polaris а в том что он очень легкий очень управляемый если мы видим гору и куда-то мы хотим заехать это 90 процентов попадания в то место куда мы задали себе вопрос но из-за того что двигатель бы я сказал не очень надежный у нее нет такой пиковой мощности как у берки но плюсов его легкости управления берки будет проигрывать своим управлением сейчас они догнали марку до момента того что машина стала драйвовая объясню почему да к чему берки плюс огромный машина не уничтожаем а не просто хвостов гривот у нас там стоят по моему девятого или десятого года но нельзя машину убить нельзя просто такая надежность в этом их не плюсы теперь то что когда мы говорим про руление polaris рулится берки раньше не не рулилась новые модели очень хорошо рулится дмитрий золотов тебе привет молодец прибавил за последнее время красавчик фама тебе тоже вот точно фама наверно икнулся вы же смотрите мы ездим на уже дети вот они по вот вот внизу вот вы же тембира и вы же эти в чем разница вы же эти это карвинг люди которые катаются на выжих они понимают это управление в пушистом снегу ну просто удовольствие машину можно положить на бок касаясь ручка и снега и машина будет управляться без особых проблем и выдерживать точную траекторию которые вы задали но когда начинается нас мы объясняли американцам что такое нас нас это корка снега напаленная солнцем в течение дня и ночью она застывает вот такая маленькая корочка за счет именно нас не то что укатана дорога укатана дорога для эти нет проблем укатанная снегоходом укатанная машинами переехать асфальт на вы же эти тоже без особых проблем но как только получится вот сего вот такая корочка снега замерзшего эти просто непредсказуемое машину выносит райдера как бы он не боролся или а ты сегодня это поймешь цепляет ну то есть не очень небезопасно дискомфортная езда полностью и поэтому зимой в пушистый снег мы ставим вы же эти как начинается нас мы ставим выжива тимбер свейда причем это вот это да причем хочу добавить это даже не тимбер выезжает вы же саймонс вообще называется тимберовская вы же она вот на том мотоцикле на слишком широкая и также очень сильно укатанной дороге кусает разные а вот вы же узкая она еще но я хотела добавить самый главный такой момент в том что смотрите люди кто катаются на горных выжах я думаю они поймут о чем я говорю о том что невозможно сделать лыжу для фрирайда и лыжу для сноу парка или там для слава вам а универсальную тебя всегда разные комплекты лыж также у нас у нас разные комплекты лыж для фрирайда и также разные лыжи для весенней катки чтобы от всего получать удовольствие не страдать итак как без задниц это спрашивает тейк ин ту банк не знаю девушка или мужчина тут какой-то собака как без задней скорости сноубайк эксплуатировать тяжело или лучше горняк в этом плане все-таки хороший хороший вопрос вчера это сделал ты видел как это делается смотрите еще вариант человек ну задают вопросы на самом деле и задний ход на снегоходе не используется он используется просто но где-то там вызов в горах задних вот практически не использую сделай акцент что задняя скорость в горах но она не работает нет есть еще раз говорю для обывателей для кого-то нужна задняя скорость абсолютно для кого-то лопата необходимость для людей которые ездят очень хорошо их продать ну как бы в мире не так много на самом деле мы объездили но все мировые поездят мы кстати выложим а прям полным дублево развес не буду 24 минуты прям так его нормально ты была на себя с ними только еще на заднем плане по поводу задней скорости еще раз повторимся не важно задняя скорость на мотоцикле точно не нужно с детства мне всегда нравился урал урал или днепр которая была за несколько мотоцикле ну как я подрос и начал заниматься мотоцикле и спортом я понял что он задней скорости ну реально не к чему люди люди которые в этом понимают тоже касается снегоходов для утилитарного снегохода на заднюю скорость нужно потому что его не дырнуть для горного снегохода это небольшой необходимость нет только развернуться на площадке корочка как света объясни ну как на самом деле задняя скорость не нужна вообще то есть если тебе нужно скатиться по горе вниз но на эти ты можешь выжить сцепление и он скатится как летний мотоцикл если тебе нужно достать его из автобуса ты просто берешь за тоннель сзади и вытаскиваешь все то есть задняя скорость не нужна для этого тяжелее на нем ездить чем эндуро кроссе и лучше ли он чем снега под горняк про снега ход мы поговорили по поводу эндуро кросса жалели научиться ездить на основу байки лично мое мнение любой человек может сесть и поехать на сноубайки то есть она эндуро не любой человек это дурак раз мы говорим про эндуро кросс эндуро слэш кросс легче научиться на сноубайки чем на летнем мотоцикле верно так и последний вопрос сколько стоит аренда сноубайка у них у них у них все зависит да да смотрите мы подровнялись под цену наверное мировые даже она у нас цена чуть меньше давайте так давайте так в описании ссылочка на инстаграма олега на инстаграм свет и пишите в директ вам ответят потому что но это не дешево если у вас есть возможности то вы получите кайф если у вас возможности нет то работать над тем чтобы в следующем году у вас это возможность была финансовая и времена я имею ввиду ну если добавить по поводу прокачи рассказал дима в stories вернулся на базу меня встречал дима и дина сахалина хочет там кое-что сказать чем этом на материке приезжайте на сахалин там очень классно прикольно весело я там буду вас встречать а ну да ладно чего там лежать не были сахалин да здесь вы точно кайфа не у тебя мы точно знаем на сто процентов хотелось добавить что сюда на самом деле прямой рейс просто сели в самолет комфортно долетели проснулись пять минут вы на базе по часам и в горах и ты свидетель илья этого все доступно все доступно абсолютно если у тебя есть желание и у тебя еще порох порохом ницах себя с ними себя с ними это я да а ты думаешь конечно конечно